Всем привет! Меня зовут Йорнар Тайжан. Как обычно, мы встречаемся с вами на Atomic and Business, чтобы поговорить о самых важных событиях в мире информационных технологий. Поехали! Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего. Самолет представляет собой огромное летающее крыло, которое в задней части раздваивается, образуя V-образную структуру. Flying V меньше авиалайнера Airbus A350 и обладает меньшей лобовой поверхностью при сравнимом внутреннем объеме, подчеркивает один из авторов концепта. По оценкам разработчиков, топливная экономия будущего авиалайнера составит до 20% в сравнении с Airbus A350 и A900. Ожидается, что Flying V сможет брать на борт до 314 пассажиров и до 160 кубометров грузов. Пассажиры разместятся в передней кромке его летающего крыла, а грузы и топливо в задней. Первый полет. Опытные модели Flying V должен состояться уже в октябре 2019 года. Он научился разным приемам езды и справляется с задачей стабильно. Машина умеет съезжать с лестницы и балансировать. Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли поставили двуногого робота Касси на гироролики. Съемные гироролики позволяют ему преодолевать высокие препятствия и сложный рельеф. Главная сложность в данном эксперименте заключалась в том, что обе платформы ездят друг от друга отдельно. В итоге робот справился с поставленной задачей и ездит стабильно. Он может поворачиваться, маневрировать и съезжать с небольшой лестницы, при этом не падая. Ожидается, что получив навык езды на ховербордах и других колесных средствах передвижения, робот Касси смогут быстрее доставлять посылки. Глава компании Tesla Илон Маск мечтает создать электрический пикап в стиле бегущего по лезвию. Но у него уже есть конкурент – пикап Rivian R1T. Он был представлен в 2018 году и совсем скоро должен быть запущен в серийное производство. По своей сути, электрические автомобили являются огромными аккумуляторами на колесах. Если учитывать, что станции для зарядки электрокаров на данный момент не особо распространены даже в США, функция отдачи и принятия энергии от других автомобилей являются хорошей идеей. Инженеры уже начали внедрять или уже внедрили эту возможность в пикап Rivian R1T. Также, чтобы уберечь владельцев от неловких ситуаций на дорогах и увеличить дальность езды, компания добавила возможность установки в багажное отделение автомобиля дополнительные аккумуляторы. Багажников, кстати, у автомобиля два. Сквозной отсек расположен между кабиной и грузовой платформой, а дополнительный – под капотом. Сможет ли пикап от Tesla похвастаться такими особенностями, пока неизвестно. Это были все IT-новости на сегодня. Следите за нами в эфире «Атамикен Бизнес» и в социальных сетях. Для вас работал Йорнар Тайжан. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова